Задача 319353. Две фабрики выпускают одинаковые стекла для автомобильных фар. Первая фабрика выпускает 45% этих стекол, вторая 55%. Первая фабрика выпускает 3% бракованных стекол, вторая 1%. Найдите вероятность того, что случайно купленное в магазине стекло окажется бракованным. Эта задача хорошо решается по формуле полной вероятности. Я в конце этого урока покажу вам, как решается эта задача по этой формуле легко и быстро. Но сначала я хочу попробовать решить эту задачу как обычно, то есть на основе формулы классического определения вероятности. Попробуем все-таки. Вот напоминаю формулу классического определения вероятности. Вероятность P. Событие какого-то события равна m разделить на n, где m число благоприятных исходов, а n число всех равновозможных исходов испытания. Сразу хочу предупредить, что задача такая необычная, поэтому в данном случае при использовании этой формулы могут число m, число благоприятных исходов, оказаться не целыми. И я потом объясню, почему. Почему оно может быть не целым, но тем не менее мы решим задачу правильно. Итак, для того, чтобы решить все-таки, несмотря ни на что, эту задачу по формуле классического определения вероятности, нужно в качестве n взять какое-то число самому. Самому какое-то число. Такое легкое число, такое, чтобы можно было распределить количество выпущенных стекол всех между заводами. Вот сказано, что фабрика первая выпускает 45%, а вторая 55%. Значит, удобно в качестве n общего количества стекол, которые поступят в продажу, предположим, пусть n равно 100. Мы так захотели, мы так предположили. Пусть n равно 100. 100 стекол. Тогда, да, кстати, сразу давайте покажем, что это за 100 стекол. С каких заводов 100 стекол и это 100% всех стекол. Сказано, что 45% на одной фабрике, 55% на другой. Это значит, что 45% из них на одной фабрике выпущено, а 55% на другой. То есть мы взяли общее количество стекол, причем из этих 100 стекол 45% выпущено на одной фабрике, 55% на другой. Почему? Потому что 45% это первая фабрика, а 55% это вторая фабрика. Поэтому мы будем знать о том, что эти 100 стекол распределяются следующим образом. То есть 45% с первой фабрики, 55% со второй фабрики. Идем дальше. Теперь нам нужно узнать количество стекол, которые нас устраивают при покупке. Нам сказано найти вероятность того, что купленное в магазине стекло окажется бракованным. Значит нас с точки зрения задачи устраивает брак. Значит мы должны этот брак сейчас найти. Находим брак M. Сколько же будет брака? Давайте посмотрим. У нас 45 стекол с первого завода, 55% со второго завода или со второй фабрики. Сколько брака с первой фабрики? 3%. Значит нужно найти 3% от количества стекол с первой фабрики. Потому что первая фабрика имеет 3% брака. Значит мы находим 3% от 45. Получается, это значит, чтобы найти 3% надо 0,03. То есть перенести запятую на два знака влево. То есть это получается 3% от 0,03. То есть получается 0,03 мы умножаем на 0,45. Вот это будет количество брака, которое получено за счет первой фабрики. То есть на 45 стекол первой фабрики приходится 3% брака. 3% мы нашли от 45. Плюс, теперь посчитаем общее количество брака от второй фабрики. 1%. 1% это 0,01. Значит пишем 0,01. А сколько со второй фабрики? 55 стекол. Значит получается... Почему 45-50? Потому что 45% от 100 это как раз 45, а 55% от 100 это как раз 55 стекол. Поэтому так легко распределилось количество по фабрикам. Итак, 0,01 умножить на 55 стекол. То есть вот это как раз и будет количество брака. Вот это как раз и будет количество брака. Ну, можно посчитать его. Можно посчитать. Что тогда у нас получается? 0,03 умножаем на 45. Это получается так. 135, один знак после... Так, два знака после запятой. Значит получается 1,35. 1,35. Плюс, так, запятую переносим на два знака. Получается 0,55. 0,55. Складываем. Получается 1,9. То есть получается 1,9 брака будет на 100 стекол. Я же вам предупреждал, что будет возможно получится не целое количество бракованных стекол. Так вот, 1,9 бракованных получилось. А теперь нам нужно просто эти два числа подставить в формулу классического определения вероятности. То есть, P равно M разделить на N. Вместо M мы подставляем количество брака. А нас устраивает именно брак с точки зрения задачи. Разделить на общее количество стекол. А мы взяли их 100 штук. То есть получается 1,9 мы должны разделить на 100. И получаем 0,19. Это и есть правильный ответ для этой задачи. Теперь я вам обещал показать, как решается эта быстрая задача с помощью формулы полной вероятности. Формула полной вероятности имеет такой вид. Вероятность события какого-то A, где A это появление брака. Вообще несколько слов по поводу формулы полной вероятности. Если какое-то событие, в данном случае событие A, появление брака, может появиться только совместно с одним из двух других, например, событий, каких-то B1 и B2. Например, B1 это событие, когда мы попали на стекло из первой фабрики. А B2 это когда мы попали на стекло из какой? Из второй фабрики. Так вот, брак может оказаться только в случае, если мы попадем на стекло из первой или попадем на стекло из второй. Так вот, оказывается, что в этом случае формула полной вероятности имеет вид вероятность появления события А, в данном случае появления брака, равно сумме произведений следующих вероятностей. Вероятность того, что мы попадем, во-первых, на первую фабрику B1, например, умножить на условную вероятность того, что попадется брак, при условии того, что мы попали на первую фабрику B1, плюс вероятность того, что нам попадется стекло со второй фабрики, P от B2, умножить на вероятность брака, при условии, что мы попали на стекло из второй фабрики. И теперь просто-напросто сюда нужно записать все, чему они равны, вот эти вероятности. Давайте подставим сразу. Вероятность того, что мы попадем на стекло из первой фабрики, B1, на стекло из первой фабрики. Смотрим, 45% стекол. Значит, получается, 0,45% это вероятность того, что мы попадем на стекло из первой фабрики. 0,45 пишем. 0,45. Умножаем на вероятность появления чего? Брака события А, при условии того, что стекло с первой фабрики. А мы знаем, что вероятность появления брака с первой фабрики 3%. Значит, надо умножить на 0,03 на 3%. Далее, это 0,03. Плюс, далее, что у нас? Вероятность того, что мы попадем на стекло из какой? Из второй фабрики. Чему она равна? 55% выпускает вторая фабрика. Значит, вероятность попадания на вторую фабрику 0,55. И умножить на вероятность того, что попадет брак. Из второй фабрики 1%. То есть, получается 0,01. И вот, если сейчас мы вот это все посчитаем, произведение, потом сумму найдем, то мы получим тот же самый ответ. Получим тот же самый ответ. То есть, вот здесь вот получится 0,19. Таким образом, и так, и так можно рассуждать, но ответ получится все равно 0,0019. Все равно ответ получится 0,0019. Ну и теперь надо это число нам записать в ответ. Пишем ответ. Ответ. 0,0019. Задача решена. Задача решена. Рассужд, прежде чем. Пишем ответ.